Добрый день, дорогие слушатели и наши зрители! Мы начинаем наш третий эфир нового проекта Центра современного и ресурсовного завода, который называется «Артфик». И сегодня я хотела бы представить наших прекрасных спикеров. Я очень надеюсь, что их участие в этом проекте помогут нам и вам, ну, надеюсь, вам в большей степени сориентироваться с теми вопросами в профессии, которые у вас есть. И хотела бы начать и представить с Виктором Мизианом. Виктор, добрый день, здравствуйте! Виктор, один из самых известных теоретиков искусства, историк искусства, куратор, художественный критик, издатель и основатель художественного журнала. Дальше Марина Гисич, галерист и основательница, владелица одноименной галереи Марина Гисич, которая в этом году исполняется 25 лет. Для российского арт-рынка это невероятная дата. Ну, и надо отметить, что галерея Марины одна из самых успешных и чаще всего, наверное, представляемых галерей на западных ярмарках. И, конечно же, главный участник всего арт-процесса – это художник с нами, наш любимый Дмитрий Гудов, который не только художник, но и теоретик искусства, одна из центральных фигур российского контем-фри-арт. Всем привет! Ира Саминская! Ира, привет! Ира будет помогать мне вести этот эфир. Ирина у нас руководитель спецпроектов винзавода, а также руководитель лаборатории журналистики, нашего нового, но уже состоявшегося прекрасного проекта винзавода «Направление образования». И начну, наверное, с вопроса к Марине. Марин, у нас был такой вопрос. Мечтаю попасть в галерею к Марине Гисич. Это реально простому смертному художнику? И что для этого нужно сделать? Ну, мы откровенно говорим, правильно? Я думаю, что простому смертному художнику практически нереально. Ну, окей. Есть система, когда нам посылают портфолио. Я по возможности просматриваю все, безусловно, отсеиваю их. Но как это было на предыдущей вашей передаче, я слушала моих коллег, некоторые художники даже не стараются посмотреть, с каким материалом мы работаем. Посылают портфолио, которое физически не могут быть вставлены в программу галереи. Это первая проблема. Нужно действительно хорошо изучить командную художницу, посмотреть на стратегию, что галерея делала из год в год. То есть это достаточно сложный момент. Если я попадаю в художника, безусловно, я дал ему шанс хотя бы прийти, пообщаться, потому что личное общение бывает переворачивает страницу, я начинаю с ним работать. Лучший путь попадания в галерею – это через куратора. Более того, я достаточно открытый человек. Мы в этом году открываем новую площадку. Я надеюсь, это случится, должно было произойти в мае, которое будет называться «Марина Гисич Проджект», где я хотела бы как раз давать возможность тем проектам, которым я не могу завести на галерею, в силу того, что, может быть, они еще сырые, или они для меня достаточно лабораторные, испытательные. Я хочу дать возможность и кураторам, и каким-то интересным проектам прорастать на этой территории. Я с другой площадки, которая находится за стенкой, это отсматриваю, и затем то, что для меня действительно будет интересно, забираю в свою команду. То есть мы эти возможности даем, но все-таки лучший путь – это прийти либо через куратора, либо, что мы делаем достаточно часто, через моих художников. У меня даже такая выставка была, между нами мы называли ее «Дедовщина», но вообще она называлась «ВДНХ» – выставка для достижения некоторых художников. Когда пять дедов, скажем так, взрослых художников, вне зависимости от того, нравится мне художник или нет, приводят в галерею тех, кого не считают необходимо галереи показывать. И таким образом я получила Асю Маракулину. Поэтому портфолио присылать можно, но лучше идти через куратора. Это будет правильно. Да, и следующий вопрос у нас будет, как найти куратора. Это, наверное, вопрос к Виктору Мезиана и к Дмитрию. Я не верю в любовь по брачному объявлению. Я верю в любовь, в настоящую любовь. И я верю в то, что любовь невозможна без личной встречи. Любовь невозможна без ее... Эта встреча всегда должна быть случайной. Невозможно заранее назначить встречу с намерением влюбиться в того, с кем ты встречаешься. Любовь не может быть заказана и спланирована. Так что я думаю, что и с художником происходит то же самое. Это должна быть встреча. И хотя Дима Гутов только что сказал, что художник, настоящий художник, это человек мизантропический, но я все-таки его поправлю. Потому что все-таки современный, особенно современный художник, это человек светский, или даже скажу, все-таки, может быть, чуть-чуть более корректнее. Это публичный человек. Современная художественная жизнь – это публичное явление. Это не произведение современного искусства. Оно не создается уже, по большей части, в тиши мастерской. Оно интерактивно. Оно вплетено в социальные связи, в социальные сети, кстати, в том числе и тоже. Так что вот эти контакты и начало сотрудничества куратора и художника, оно происходит в публичном художественном пространстве. Конечно, очень важно художнику увидеть произведение художника на какой-то выставке, где автор этой работы, этого произведения, или, может быть, целой выставки, может куратора заинтересовать. То есть это вопрос того, чтобы не стесняться, знакомиться, много ходить в общие арт-тусовки, выставки, участвовать максимально, и есть шанс физически увидеть друг друга и познакомиться. Вы знаете, я, как сказала только что Марина, я тоже, я тоже очень часто мне пишут художники, присылают мне портфолио. Вот совсем недавно молодой московский художник прислала мне свое портфолио. Я действительно знала, кому она это посылает. И потому что действительно то, чем она занимается, это молодой художник, она делает первые шаги, но то, чем она объективно занимается, очень соответствует тем интересам, которые вот сейчас определяют мою работу. И это было действительно вот такое прямое обращение к, ну скажем так, в широком смысле слова, к единомышленнику, человеку, которому в современной культуре волнуют те же проблемы, те же проблемы, сюжеты и темы. Да, то есть это то, о чем сказала до этого Марина, очень полезно сделать предварительно домашнюю работу и проанализировать, промониторить, чем занимается галерея или куратор. И спасибо большое, Дим. Наверное, перейдем к тебе. Вот вопрос к тебе тоже, как к художнику. Как ты вообще ознакомился с кураторами? Твой опыт работы с кураторами? Что касается знакомства, ну могу только к Вите присоединиться. Это, я помню, как я ему, я знал, кто такой Мюзиана, когда он еще был совсем начинающий куратор. Он был начинающий куратор, я знал, естественно, какой-то такой. Художник, художник там, я художник. Художник, да, куратор. И где-то мы увиделись, у меня в кармане, как тогда было принято, вместо папки карьериста, как это Костя Звездочетов называл, носили слайды, такие большие слайды, 10 на 12 своих работ. Вот, так было принято, кодековские, хорошие, большие слайды. И я достал, у меня было с собой три таких слайда, показал Витя. Я не знаю, Витя, ты помнишь это или нет. Витя сказал, о, мы будем работать. Это, я даже помню, при каких обстоятельствах, но это неважно. Вот, собственно, мне было интересно, что он делает. И, естественно, я обратился к нему, и действительно был какой-то резонанс. Единственная поправка у меня перед этим было 15 лет работы в стоп. То есть я не показывал то, что мне в голову пришло 10 минут назад. А когда ты не имеешь возможности до этого там 10-15 лет выставиться, но в силу того, что тогда была еще, как мы помним, советская власть, то ты нарабатываешь какие-то вещи. И тогда была совершенно другая атмосфера, когда появлялся человек, и он становился заметный за доли секунды. Вдруг раз в первый раз показывают Жанну Абузарову. Она уже сложившийся автор. Перед этим где-то там пел. Или Петр Мамонов вылезает неожиданно. Вдруг вся сторона его знает в течение одной минуты. То есть чем больше у тебя предварительной работы, самостоятельной на кухне, то, мне кажется, тем лучше. Здравствуйте. А как быть художником из регионов? Выходит, они обречены на то, чтобы остаться без куратора, если личная встреча в этой ситуации невозможна? Не только я интересуюсь регионами, но масса столичных институций интересуется регионами. Так что, кстати, тот же Винзавод интересуется регионами. Так что художников из регионов часто показывают в Москве. Кроме того, локальные институции, находящиеся в регионах, часто приглашают кураторов из Москвы, из Петербурга, из других мест, даже из-за границы очень часто. Так что неизбежно мир сегодня переплетен связями и контактами. Мир не сидит же постоянно на изоляции. То есть, на самом деле, для этого современная художественная система уже очень много сделала. Но, конечно же, и любая локальность, сообщество локальное, оно тоже должно делать свои усилия. Должно приглашать людей из центров, из российских центров, из интернациональных центров. И если они, например, узнают, что какой-то куратор готовит очень большой, значимый проект, они должны связаться с ним, они должны пригласить его. Пригласить с лекцией, чтобы создать повод для приезда. Или просто пригласить с тем, чтобы он познакомился с локальными художниками, с локальной сценой. Наконец, местные институции, локальные институции, должны организовывать свои большие мероприятия, на которых можно даже откладывать специально бюджет и привозить художников, кураторов, специалистов, критиков, прессу из других мест. Ну, преимущественно, например, из столичных мест, где концентрируются ресурсы, интеллектуальные ресурсы и экономические ресурсы. Это все очень уже отработано. Нельзя сказать, что все это освоили, но это уже система работает. Спасибо большое. Да, я должна сказать, что вот у нас на первом эфире была Алиса, и она прекрасно рассказывала про их великолепный проект «Не Москва», который как раз и существует для того, чтобы ознакомиться с локальным контекстом. Много кураторов отсматривают проекты из регионов, они выезжают туда с лекциями, с мастер-классами, с образовательными программами. Наш проект «Старт», также Центр современного искусственного завода как раз ориентирован на работу с художниками из регионов. И мне кажется, прекрасный совет Виктора — это работать со своими региональными институциями, которые, в общем и целом, часто занимают проактивную позицию. Давайте выведем в эфир кого-нибудь. У нас там очень много желающих задать в прямом эфире. Отлично, давайте, да. Вопрос больше к Дмитрию. Как стать знаменитым и успешным художником? Смотрите, первое. Если вы хотите стать знаменитым и успешным художником, у вас ничего не получится. Не надо ставить идиотские цели. Ну, я со своей колокольней говорю. Надо понимать, где ты находишься. Мы в истории искусства, где был Тициан, Рембрандт. Где вы хотите стать великим? Вы живете где-то там у подножия Мамблана, ползаете... Ну, я не про вас лично, я про всех нас. Ползаем где-то как там муравьи, а там есть какие-то уже великие вершины. Надо заниматься тем, чем тебе интересно, максимально интенсивно в это вкладываясь. Это будет лучшая награда тому, что ты делаешь. Все, что называется знаменитостью, биналии, выставки и даже продажи, это абсолютно побочный продукт, как я себе это представляю. Таким можно даже сказать некоторым образом отходы производства. Как я уже говорил, это то, что тебя обычно отвлекает от более творческой и сосредоточенной деятельности. Но что важно, вот когда я иногда имею дело с молодыми художниками, и в частности, не только по всей России, но и в разных точках мира приходится общаться, от Боливии до, я не знаю, там, Японии, я бывал в мастерских начинающих художников, самое главное, чувствуешь ли ты мировой, не то что контекст, а вот какой-то нерв, или живешь своими локальными проблемами, которые в твоей местной газете важны. Если ты переживаешь за то, что в мире происходит, и с этим находишься в каком-то контакте, то у тебя несколько больше шансов. Добрый день, это, наверное, я. Меня зовут Нина, я из города Киев. У меня такой вопрос, я художник начинающий, я рисую где-то два с половиной года, у меня за это время пока что 50 работ, и я хотела спросить, у меня еще не было ни одной выставки, с чего вообще начинать? То есть как-то коллективно с кем-то, или персонально, вот какое начало должно быть, чтобы как-то показать себя людям, кроме соцсетей? Я, по сути, уже отчасти ответил на этот вопрос с моими предыдущими репликами. Я не верю в то, что творчество может расцвести в тиши мастерской. Нет, художник должен быть публичной фигурой. И, вы знаете, дело не в, как бы сказать, не в пропаганде карьеризма, не в пропаганде тусовки, не в пропаганде выстраивания карьерных каких-то траекторий, умению знакомиться с нужными и правильными людьми. Нет, дело, мне кажется, просто в элементарной открытости творческого человека. Творческому человеку болеющими проблемами современности, о чем только что говорил Дмитрий, ему, естественно, хочется знать других людей. Ему должно быть интересно, и у него должна быть в этом потребность понимать, как это время и эти проблемы живут, переживают, интерпретируют, реагируют на них другие люди. Вот через этот живой человеческий и творческий обмен художники встраиваются в контекст. В контекст коллег, в контекст критиков, профессионалов, галеристов. Это живой человеческий процесс. А дальше произойдут социальные сцепки, появится куратор, который очень заинтересуется твоими работами, появится галерист, который захочет сделать твою первую выставку или включить первый раз твое произведение в коллективную выставку. И так будет дальше строиться жизнь в искусстве и в художественном пространстве. Вопрос к Дмитрию, наверное, и к Марине. Есть ли шансы у художника, если он начал в 45 лет? Но такой вопрос нам часто задают, потому что вопрос эйджизма сегодня и появления большого количества проектов, поддерживающих молодых художников, он актуален для людей, которые в достаточно взрослом возрасте хотят начать карьеру. Вот, Дима, Марина, что скажете? Смотрите, современное искусство принципиально отличается от всего, что мы знали на протяжении последних 40 тысяч лет. Если ведь искусство в старом смысле, это когда как фортепиано, там ребенка привели в 5 лет, говорят, уже поздно учить, уже из него великий пианист не получится, надо было раньше. Точно так же было и с рисованием. То есть, чтобы овладеть профессиональным академическим навыком, нужно было потратить годы в мастерской, там, под мастерием. Это была отработанная система. Теперь мы переместились в мир по большому счету идей. И тут уже можно начинать просто в любом возрасте. То есть, совершенно любом. Недавно я был, навещал такого знаменитого нашего историка технологии живописи Юрия Израильевича Гренберга. Я понятия не имел, что он еще рисует. Он начал рисовать, ему было за 80. И это, по-моему, 85 ему было, когда он начал. Вот, и он мне показывал свои работы, это были потрясающие вещи. 85, это не 30, не 40. Ну, уж не говоря там про такие примеры, как Ван Гог. То есть, современная ситуация, когда тебе не нужен какой-то узкий академический профессиональный навык, дает тебе бесконечный диапазон. Здесь достаточно сложно что-то добавить, потому что, прежде всего, о чем говорит художник, да, вот то, что это Виктор Мизиана, контекст, что я вижу в работах, есть ли в этих работах какая-то единая линия того, что волнует сейчас, здесь нет. Для меня еще очень важно, когда я отбираю художников, мне необходимо, чтобы был вот этот международный художественный язык, но при этом мне очень интересно, чтобы все-таки у этого художника, помимо этого общего языка, были какие-то локальные прорастания. Мне это интересно, потому что иначе я покупаю, как покупаю, приобретаю в галерею, продвигаю художника, который где-то сливается, наверное, ну, так, если в общем говорить, с художниками, которые работают в Европе. Мне очень важно, что художник был слегка, все-таки говорящий с ними в одном языке, но все-таки он был локальным, российским. Я не знаю, как это передать словами, но вот, может быть, в нашей галерее, в нашей команде практически у каждого художника есть вот такая какая-то персональная вертикаль, которая показывает, что он из России, но при этом они достаточно, ну, может быть, сложные, но все-таки вписываются в международный контекст. Когда я представляю с моими художниками на, там, не знаю, на Арху или на Арт Майами, мы выделяемся. Может быть, выделяемся некая такая литературность, но я говорю про команду своих художников. Но при этом есть и аспекты, которые абсолютно актуальны, и мои художники смотрятся достаточно ровно по сравнению с другими галереями, которые находятся рядом с нами. Я думаю, что вопрос возраста большого значения не имеет, но для меня, для галереи, если я начинаю работать с художником, а ему 45 лет, ну, шансов чуть меньше меня забрать его в команду, даже если он очень хороший, потому что, ну, во-первых, я должна понимать, что он делал до этого, где он был, что произошло, какие мои будущие с ним отношения, как они могут развиваться, через какие направления, что он делает, чем он живет. Ну, если говорить таким бизнес-языком, для меня этот вопрос важный. Спасибо, Марина. Что он представляет из себя. Да, и сразу, если можно, тоже вопрос очень распространенный, который, наверное, вот требует очень такого четкого ответа от Анны. Очень, подскажите, пожалуйста, из чего складывается стоимость картины, и как формируется начальная цена произведения? Ну, если вспомним предыдущий эфир, Ханкин очень здорово по этому поводу ответил. То есть для меня очень важно, когда я начинаю первый раз работать с художником, опять-таки, молодой это художник, или это художник, который работал в других галереях и начал работать позже со мной. То есть сформировалась у него ценовая политика другими институциями культурными или нет. Если художник молодой, значит, я принципиально, даже если его пожелания быть в некой ценовой категории, эти пожелания большие, я его принципиально опускаю вниз. Потому что первая выставка, во-первых, мы ее всегда поддерживаем финансово, это небольшие деньги, но плюс-минус тысяча, полторы тысячи долларов на производство и отдают. Мы берем примерно полтора года, год-полтора-два года на то, чтобы художник в этом проекте, ну, скажем так, созрел. Он должен сделать то, что он хочет сделать. У него есть на это материальные условия, да, ну, если это не очень дорогое производство. А дальше, первая выставка, которую мы делаем, я делаю очень серьезное распространение информации между моими коллекционерами и помогаю максимально первой работы в какой-то очень доступной цене продать. Моя задача – диффузировать этого художника. Поэтому, опять-таки, в зависимости от техники, от производства, каким процентом оно вошло в производство работы, да, но это может быть две тысячи, две с половиной, три тысячи, но это очень сложно говорить, потому что Ася Маракулина стоит 400 евро рисунок, да, то есть это очень многое зависит. Но я, галерист, принципиально первую выставку продаю и выставляю в очень минимальной цене, в стартовой, для того, чтобы потом иметь возможность постепенно, постепенно, может быть, в лучшем случае, 10% в год или в два года вот так мы подращиваем цены. Если я делаю продажи, если я продаж не делаю, ну, в силу разных причин. Мы с Володей Кустом, наверное, лет 8 работали, не могли продать ни одной работы, а потом что-то произошло, и работа пошла. Дима, вопрос такой, об академическом образовании художников сегодня. Считаете ли вы его необходимым? Академия утрачивает свою актуальность? И если да, то что придет взамен? Какое образование сегодня можно считать актуальным? Ну, это один из самых тонких, сложных вопросов. Я занимался академическим рисунком, и чтобы я сказал, что мне это как-то помогало в дальнейшей жизни, этого не было. А это помогало мне понимать, понимать о работе. Да, но... Был у меня такой случай в конце 80-х, с одним художником беседовал, он так это сформулировал. Если ты умеешь натянуть холст на подрамник, ты уже не художник. То есть формулировка была такая, что любое базовое знание тебе мешает. И по огромному количеству людей, которые научились рисовать, ну, так как у нас учат в Академию художеств, в Суриковке, в Строгановке, этот навык у них вылезает отовсюду, он торчит и мешает им развиваться. Это я могу сказать абсолютно точно. Они пытаются к своей этой, лезвищей отовсюду, так называемой реалистической живописи, пристегнуть потом концепцию, но всегда, никогда органической связи до конца не происходит. Нужно полноценное образование, к которому мы только что, мы только начинаем подходить, и оно прежде всего, конечно, связано с пониманием идей и того, что вообще стоит за этим понятием современного искусства. Никакое образование, как мы его понимаем, так как оно сложилось до настоящего времени, мне кажется, к этому занятию отношения не имеет. Надо понимать, как функционирует то, что называется современное искусство. Если ты не понимаешь, почему ветка монастырского попадает в Третьяковскую галерею, просто не понимаешь, тебе кто-то должен это объяснять, то значит, ты не понимаешь ничего. Если ты понимаешь, что это именно то, что должно там находиться, то ты понимаешь суть проблемы. Вот если есть образование, которое может объяснить, почему эта вещь куплена Третьяковка и попала в Золотой фонд, если ты это понимаешь, значит, ты получил нормальное образование в этой нужной сфере. Но, Виктор, если можно, прям два слова. Для вас, как для куратора, имеет ли значение в вашем опыте работы, есть ли образование у художника академическое или нет? Мне очень часто задают похожий вопрос, но сфорулирован он так, нужно ли куратору современного искусства, быть по профессии историком искусства? Этот вопрос оправдан на самом деле тем, что действительно кураторство, начнем с того, что это очень молодая профессия, а уж превратилась она в университетскую дисциплину, ну, вообще просто уже на наших глазах. А в России, ну, вот я действительно принадлежу к первому поколению кураторов, которые, в общем, о себе заявили в конце 80-х, в начале 90-х годов. Поэтому неизбежно, до того, как не сформировалось, а у нас еще до конца это не произошло, преподавание, дипломированное преподавание кураторства, конечно, очень часто на территорию кураторства приходили люди из других сфер. ну, даже в Европе, например, Уду Киттельман, я часто его вспоминаю в этой связи, он сейчас возглавляет все художественные музеи Берлина. И надо сказать, что с момента, когда Уду Киттельман, куратор современного искусства, актуального искусства, стал возглавлять все художественные музеи, включая и абсолютно академические музеи, там Боде-музеи, например, Берлицкий, и Пергамон-музеи, и так далее. Действительно, он сумел, ну, просто оживить немецкую столицу, которая художественной столицей, ну, она и до сих пор ее не стала, но была уж совсем не столичным городом. Он действительно сумел обновить художественную жизнь этого очень большого города с огромной культурной традицией. Так вот, Уду Киттельман по образованию врач-окулист. И начал он заниматься искусством, потому что к нему приходили художники с какими-то глазными проблемами. Так он с ними познакомился, стал ходить на выставки, а потом понял, что он и сам так может. И стал делать, как бы, вот выставки. Но, послушайте, директора всех берлинских художественных музеев при этом историки искусств, потому что, если бы все директора были бы врачами-окулистами, то я не думаю, что обновление берлинской художественной жизни было столь же успешным. Поэтому я бы сказал так, что образование историко-художественное для куратора не обязательно, но желательно. По крайней мере, оно ему не понишает. И что касается вашего вопроса, да, конечно, я согласен с Димой, очень часто вот такая академическая выучка, ну, я даже не хочу называть эти имена, но мы их все знаем, есть прекрасные художники, которые не могут вот вынырнуть, оно как ермо, вот это академическое образование их тянет. Но, тем не менее, это необязательный случай. Есть масса примеров того, как как раз хорошая художественная база, академическая, как раз уходит куда-то глубоко в подкорку, но очень многое дает художнику, который при этом вполне свободно реализует себя в художественном пространстве. То есть это может и не мешать, и даже может быть и желательно. Обесценивается ли искусство сейчас в условиях кризиса? Этот вопрос довольно часто звучит. Может ли обесцениваться искусство, Витя? Насколько я понимаю, например, очень много людей, моих приятелей, причем непосредственно с искусством даже не связанных, не имеющих опыта коллекционирования, сейчас занимаются от нечего делать, занимаются как раз совершенно конвульсивным, судорожным коллекционированием произведений современного искусства. Скупают его онлайн. Так что вопреки всем сложностям сегодняшнего дня может оказаться, что как раз вот такие ситуации стимулируют интерес к искусству и даже инвестиции в искусство. И я бы даже сказал следующее, что довольно часто ситуации кризиса, причем даже экономического кризиса, они отнюдь не оборачиваются против искусства, а иногда даже наоборот. Искусство в ситуации экономического кризиса это одна из самых безусловных и надежных инвестиций. Поэтому как раз в периоды экономических кризисов цены могут расти или по крайней мере количество закупок может подниматься именно в силу экономических сложностей кризисных каких-то симптомов. Марин, Марин, а можно вы тоже скажете? Да. Я с Виктором и соглашусь, и не соглашусь, потому что наш рынок, если мы говорим сейчас про российский рынок, он достаточно еще все-таки молодой, и ожидать, что мы сейчас будем от каких-то художников видеть рост в сцене, мне кажется, что это нереально. Но что необходимо делать галеристам сейчас, это может быть делать какую-то тройную, четверную работу по отношению к своим коллекционерам и динамику продаж постоянно стимулировать. То есть мы должны постоянно сейчас, то есть не то, что напоминать, у нас есть, может быть, наработанный багаж коллекционеров. Сейчас может как раз то время, когда они могут в спокойствии, а не в суматохе рассмотреть портфолио. У нас есть возможность персонально с каждым поговорить. То есть сейчас такое время таких, вот знаете, вот private таких дирекшенов, то есть что я сейчас, собственно говоря, и делаю? Это западные коллекционеры, российские коллекционеры, то есть мы должны очень много сейчас о себе напоминать, но, опять-таки, мы не знаем, в какой ситуации находится мой коллекционер. Он может потерять бизнес, может быть, он владелец каких-то гигантских, там, не знаю, отелей, они стоят, поэтому тоже заходить в продвижение искусства, момент очень тонкий, я должна попасть в правильное настроение, потому что, ну, сейчас говорим про бизнес, я продаю искусство, поэтому я же не просто его показываю, моя задача его продать, тем самым дать возможность художнику просуществовать какое-то время, потому что искусство мы должны продавать. И сейчас, конечно, я согласна, мы делаем сейчас сделки, но очень важный вопрос, в каком бюджете мы их делаем, не диппингуем ли мы цены сейчас, а какой мы держим курс валюты, потому что тоже есть споры у меня на сегодняшний день между коллекционером и художниками. Искусство всегда в Петербурге, по крайней мере, у меня в галерее, держится в евро. Коллекционеры, может быть, и готовы были покупать, но они не хотят покупать евро по, не знаю, 80 рублей или 82. То есть здесь моя задача найти какой-то баланс между потребностью продать искусство, желанием художника остаться в евровой цене, и объяснением коллекционера, что цена не может быть 82 рубля. Вот у нас вопрос Екатерина Яблонская. Актуальны ли работы, несущие исключительно эстетическое наслаждение или же на сегодняшний день важнее посыл, идея, манифест или протест? Ну, постановка вопроса говорит о том, что человек не очень вообще в теме того, что такое современное искусство. Что значит эстетическое, что значит идея. Не помню, что такие вещи вообще где-нибудь в артсреде обсуждались после начала 20 века и темы, когда дискутировалось в философском сообществе, тему искусства для искусства. Споры 120-летней давности. Мы живем в мире, где господствуют идеи, да, идеи ищут себе выразительных форм. Все, кто нашел эту форму, тот молодец. Поэтому, если девушка имеет в виду, я занимаюсь там батик, раскрашиваю что-то красиво на стену, но это тоже имеет право на существование, только в другой сфере. Мир сейчас бесконечно разнообразен. Всем есть место. У вас есть академическое образование, в любом случае через него должны прорасти актуальные идеи. И любой галерист, отбирая вас или рассматривая ваше портфолио, будет видеть помимо школы, есть ли там что-то еще или нет, о чем вы говорите, насколько это актуально, насколько это интересно, свежо, сложно, в исполнении. Не знаю, здесь много есть критериев, которые мы осматриваем художников. Сегодня, не знаю, я уже сказала, что мы продолжаем продавать искусство и продолжаем его продвигать, и ничего, собственно говоря, не умерло. На самом деле, вообще ничего не произошло. По большому счету, вы думаете, два месяца назад как-то было лучше, как-то у нас быстрее шел бизнес. Я думаю, сейчас находимся в начале какого-то сложного процесса, посмотрим, какая будет ситуация в ноябре и в декабре, потому что сейчас все достаточно стандартно у всех. Идут какие-то сделки, но это могут быть наработки прошлого. Но нам нужно подумать, как оптимизировать, может быть, свои работы, как нам у каждого все-таки свой путь, молодые галереи свой, взрослые галереи свой, что нам для этого нужно сделать, дебинговать искусство ни в коем случае нельзя, и здесь уже работа галереи. Что делать, если художнику необходимы деньги, ну, ему не на что жить. Дебинговать его не можем, а искусство не покупается. Значит, галерея берет и выкупает искусство в себя. Договариваться с художником о цене, она может договориться о цене, но это как раз-таки будет показать, как галерея ответствует перед художником. Все ли галереи будут к этому готовы? Сложный вопрос. Я перед ним тоже стою. Ну что, дорогие мои коллеги, спики, расскажите, пожалуйста, наверное, мы получаем большое количество вопросов, желающих в эфире, но наше время с вами ограничено, да, и если у нас, а у нас осталось большое количество неотвеченных вопросов, мы постараемся, наверное, ответить на большую часть из них и самых интересных потом в рассылке. Еще вас побеспокоим. Вот, а сейчас я, наверное, хотела бы сказать вам огромное спасибо за участие в этом эфире, за возможность задавать вам вопросы напрямую. Вот, кто не получил сегодня ответы, пожалуйста, не расстраивайтесь, мы отвечаем в социальных сетях и продолжаем в течение недели до следующего эфира отвечать на полученные от вас вопросы. Спасибо большое. Всем пока. До свидания. Спасибо. Удачи. Удачи и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok